Евгении Матвеевне Маркиной 90 лет. Эту солидную дату женщина отмечает в кругу семьи и близких. Сама она родилась в Пензенской области, в Башмаковском районе, в селе Подгорное. Евгения Матвеевна вспоминает свои былые годы с улыбкой и искренне полагает, что самое главное – это честно трудиться на благо общества. Вот такая жизнь. И пахали, и барновали. И вот молоко возила. Все делали, все. У нас даже машин не было. Только вот на этих, на валах. Евгения Матвеевна, а что бы Вы пожелали молодому поколению? А молодому поколению, чтобы трудились сейчас. И чтобы была жизнь хорошая. А вот второй нашей имениннице исполнилось 95 лет. Несмотря на значительную цифру, Мария Сергеевна Сизова очень бодра, всегда в приподнятом расположении духа и тоже твердо уверена в том, что для того, чтобы все в жизни сложилось, надо прежде всего работать. Сама она больше 50 лет проработала в цехе печатной красковарки, а также на витаминном заводе и хлопчатобумажном комбинате Щелковского района. Работать побольше. Вот я что желаю. Самого-самого хорошего. Чтоб все было хорошо, чтоб не ругались. Все было в порядке. Я прожила. Я отлично прожила. Хорошо прожила. И уважали меня и на работе, и везде. Везде меня. Заместитель главы администрации Денис Автоменко вручил ветеранам цветы и подарки от президента Российской Федерации, а также губернатора Московской области и руководства округа. Мы тоже еще раз поздравляем двух замечательных женщин-тружениц тыла с их днем рождения. Желаем крепкого здоровья и только хорошего настроения. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Вам большое спасибо.